Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Пётр Шепель выселился из комнаты, где он жил с Аллой Грибовой. Девушка окончательно в нём разочаровалась. Но тем не менее, пока Пётр не отправляется на остров, где его ждёт Вера-курочка. Ведущие оставили мужчину на поляне ещё на неделю. Его ждёт новое испытание. Сергей Кучеров недавно уезжал в родной город Магнитогорск. Прекрасные выходные ему испортили сотрудники ДПС. Они увезли на эвакуаторе автомобиль Кучерова за парковку в неположенном месте. Ирина Агибалова рассказала про суд с Татьяной Африкантовой. Он затягивается, заседание перенесли ещё на месяц. Если бы я знала, что это такая морока, говорит Агибалова, то и не начинала бы. Очень устала. Саша Гозиас пообщалась со своими подписчиками в прямом эфире. Вместе с Костей они очень много работают с пяти утра на ногах. Им из Владивостока присылают самолётам креветки и морские огурцы. И они их в Москве продают по две тысячи и по две с половиной. Вот такой нелёгкий бизнес. Сами они это не едят, потому что очень дорого. Гозиас жалуется, что тяжело целыми днями находиться в машине. Илья Агибаров делает успехи в творческом плане. Он много выступает, недавно выступал в Коломне с песней про розу чайную. На май у Агибарова запланированы гастроли в Орле и в Уфе. Илья даёт всем совет, чтобы чего-то добиться, надо пахать и пахать, как он или Ольга Бузова. Прошло уже два месяца, как Чуев, Саша и Костя вместе покинули дом 2. Чуев похвастался достижениями после ухода. Мы все зарабатываем, у каждого есть своё дело. Мы летим в Дубай, потому что можем себе это позволить. Я отдал Косте миллион рублей, Диме 200 тысяч. Скоро закрою остаток суммы. Я купил машину и буду покупать ещё одну. Я достраиваю дома. Также я получил должность своей мечты и стал соучредителем крупной строительной компании. Рассталась ещё одна домовская пара – Светлана Давытова и Александра Матерацца. Ребята вместе ушли из дома 2, затем решили пожениться. Их свадьба была очень роскошной, среди гостей было много известных в шоу-бизнесе людей. Ольгу Ведер увлечили в наглом вранье. Всего лишь несколько дней назад она жаловалась своим подписчикам на финансовые трудности, которые появились после того, как она покинула дом 2. Оля писала, что вынуждена сидеть дома из-за постоянных болезней сына. Все жалели Олю и стыдили Глеба Жемчугова, который недостаточно помогает своему сыну. Но потом Ольга сообщила о своих ближайших планах, она хочет отправиться с сыном на море, что, конечно же, здравомыслящий человек не стал бы делать в период безденежья. В сети появилось очередное доказательство того, что Вика Романец очень сильно злоупотребляет фотошопом. На фотографиях, которые сняты для рекламы и опубликованы на официальной страничке в инстаграм, Вика выглядит стройной и подтянутой, но совершенно иначе обстоит дело с теми снимками, которые Романец не успела подкорректировать. Тот снимок, который слева, сделан недавно на отдыхе в Греции. Вика здесь не выглядит худой, у нее полные ноги и торчит животик. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.